Всем привет, с вами Веб, и АРГ там, АРГ здесь, куда ни глянь одни АРГ. Но знаете ли вы, с чего всё началось? Кто был прародителем всех игр в интернативной реальности? И я отвечу, Онгс Хэт, или шляпа Онга, положила начало всему этому безумию, в хорошем смысле слова, естественно. Конечно, об этом явлении уже мало кто знает и мало кто помнит, особенно в русскоязычном сегменте, поэтому сегодня я впервые на русскоязычном ютубе расскажу вам эту загадочную историю, которая повлияла на всю интернет-культуру в целом. Начинаем. Начнём с того, что Онгс Хэт это город-призрак в США. Название он получил благодаря странной выходке Джейкоба Онга, который жил здесь в 19 веке и однажды в повезлости забросил шляпу на дерево. Ну да, это легенда, и как это часто бывает с легендами, данные от рассказчика к рассказчику... Разнятся. Кто-то говорит, что оригинальное название места никакая там не шляпа, а хижина Онга, и городом это странное место уж точно нельзя назвать. Так, пара построек не более того. Располагается в штате Нью-Джерси и вот уже на протяжении многих лет притягивает... Любителей паранормального. Но что заставляет любителей сверхъестественного съезжаться в это забытое место? Неужто всё дело в шляпе? А вот и нет. Всему виной брошюра, выпущенная в конце 80-х годов. Она называлась «Онгс Хэд. Врата в другие измерения». Полноцветная брошюра Института исследований хаоса и научного ашрама. В брошюре это рассказывалось, что Онгс Хэд когда-то был местом для секретных экспериментов, за которые были ответственны некие близнецы-учёные Добс, Фрэнк и Алтея. Научное сообщество не оценило странные исследования принстонских учёных, поэтому те были вынуждены уйти в добровольное отшельничество, чтобы продолжить эксперименты. Впрочем, они в этих лесах были не одни. Неподалёку с ними жил Вали Фарт, бывший член ортодоксальной Мавританской церкви Америки, заядлый путешественник и по совместительству мистика торгуют с коврами. Такой современный Абдул Айхазрет, если вам угодно. И как-то так получилось, что они нашли идеи друг друга интересными, после чего решили объединить свои усилия. Результатом синтеза магии и науки стала технология, которая позволила преодолеть границу между параллельными вселенными и путешествовать в другие измерения. Она получила название Яйцо. И тут вдруг как ебанёт! В прямом смысле слова. На военной базе неподалёку произошла ядерная авария, и над жителями района, в числе которых были близнецы Добс и Вали Фарт, нависла угроза. Когда местные власти узнали, чем занимаются учёные в подполье, они захватили технологию перемещения и перенесли их базу на параллельную землю, где не было жизни. В другой стороне мы нашли сосновые степи, так похожие на земные. Но с одним отличием. В этом мире, похоже, не существовало человечество. Конечно, с тех пор мы посетили множество других миров, но мы решили колонизировать этот. Наш первый Ньюфаундленд. И вот, создатели брошюры как бы призывали читателей найти вход на эту параллельную землю, которая до сих пор остаётся открытым где-то там, в районе Онгс-Хэт. Конечно, тут же, спустя некоторое время, появились очевидцы, которые рассказывали интересные истории. Одна интереснее другой просто. Про порталы, про квантовые вихри, про военных, охраняющих территорию... Ну, вы поняли, в общем. И тут, интернет-детективы далёкого прошлого взяли за свои шляпы и начали копать. Копать так, как ещё никогда не копали. В ходе расследования выяснилась довольно... интересная деталь. Все сетевые дороги в Великой Куннабуле. Это, если что, такой каталог редких книг. Так или иначе, помимо брошюры, там было множество других книг. Начиная от работы физика Ника Герберта, запомните это имя, это важно, и заканчивая книгами об оккультизме. В общем, то ещё чтиво. Впервые вся эта конспирология была опубликована в 1988 году в журнале Edge Detector, за которым стояли американский писатель Джозеф Маттани, друзьями которого были внезапно физик Ник Герберт и писатель Питер Уилсон. В общем-то, эти люди и стояли за этой АРГ. Стоит отметить, что всех из них объединял интерес к сверхъестественному. Даже Ника Герберта. Так, сторонник квантового анимизма. Он, например, серьёзно исследовал пси-явления, и однажды даже пытался связаться с духом Гави Гудинь. Что касается вклада Питера Уилсона во всю эту историю, себя он списал, например, в Алифарда. Так, он точно так же состоял в Мавританской церкви, много путешествовал, был в Афганистане, Пакистане, Индии и Непале, и даже взял себе псевдоним на восточный манер – Хаким Бэй. Ах да, ну и ещё он был суфием. Суфизм, если что, это такое мистическое течение ислама. Но это уже детали, не имеющие никакого отношения к шляпе Огга. Но вернёмся к Джозефу. В то время Маттани только переехал в Калифорнию, и уже тогда, на заре интернета, Джозеф понимал, какой перспективной платформой является глобальная сеть. Именно он впервые понял, что с её помощью можно рассказывать интересные истории, и это будет покруче всяких там сериалов. Так, он даже придумал себе персонажа Альтер Эго, реп-актера, который расследует историю Оггс Хэт, и от его лица общался со всеми, кто хотел обсудить с ним эту историю. Как видите, уже тогда Джозефом были придуманы негласные правила АРГ, которых сетевые творцы придерживаются до сих пор. Это что-то типа настольные РПГ, только игровым полем здесь является не стол, а реальный миф. Поделился своим видением Маттани. Кстати, изначально Маттани использовал термин «живая книга», и, как он признался, термин «трансмедийное», повествование, которое широко используется сейчас. Ему нравится намного-намного меньше. Сначала я просто развлекался, как признаётся сам Маттани. Да и по его утверждениям, читатели поначалу не особо верили в историю. Но только поначалу. Постепенно она начала приобретать множество деталей и стала пугающе достоверной. И сразу оговорюсь, не спешите с выводами. Сейчас вам, как современному пользователю интернета, эта история может показаться немного наивной и заезженной, но поставьте себя на место человека из 80-х. Интернет только-только начал появляться, ты ещё не слышал тысячи бредовых тёг и заговора, и вдруг ты находишь такое... Ух... Ну вы поняли, в общем, тогда это было чем-то новым. И как что-то новое, это, соответственно, привлекало внимание. Поэтому, конечно, нашлись люди, принимающие эту историю за чистую монету. И немалую роль в придании достоверности этой истории сыграл авторитет Ника Герберта. Всё же, подпись физик в его биографии подкупала очень многих людей по понятным причинам. Постепенно история набирала популярность, и спустя некоторое время Джозефом было принято непростое решение отправить своё творение в свободное плавание. Только следует понимать, что социальных сетей тогда ещё не было. Никаких тебе ютубов, твиттеров и прочих фейсбуков. Поэтому он наладил общение с конспирологической тусовкой и буквально заразил своей идеей некоторых из её представителей. Таким образом, его история встала в один раз с легендарными легендами. Уж простите за тавтологию про иллюминатов и прочих рептилоидов, а о большем он мечтать и не мог. Теперь Матани не управлял историей. Он просто с интересом наблюдал, во что всё это может вылиться. «Мне было интересно, что будет дальше», — признался Джозеф. Так или иначе, даже без прямого участия Матани, история продолжала жить своей жизнью. Её обсуждали, в неё верили, а некоторым людям начало казаться, что Матани что-то скрывает, и в его жизнь начали вторгаться искатели «истины», в кавычках, конечно же. Так, однажды, к нему в дом бесцеремонно, вломились теоретики заговора, после чего Джозефу пришлось выпроваживать их под дулом пистолета. Стоит ли говорить про десятки писем с угрозами и прочие результаты человеческой глупости? Наконец, выстав от всего этого дикма, Матани решил закончить эксперимент в 2001 году. «Я и Ник хотим публично признаться, что проект Ongshed завершён. Думаю, мы заложили фундамент для дальнейших перемен. Путь открыт». Выступил с публичным признанием Джозеф. Как вы понимаете, некоторых особо трудолобых теоретиков заговора это не остановило, и некоторые до сих пор пытаются разгадать загадку Ongshed. Удачи вам в поисках, конечно, но на этом заявление закончилось первое в истории человечества АРГ. Нравится это кому-то или нет? Так или иначе, путь действительно оказался открыт. И по нему, например, пошёл автор другой АРГ, которую мы разбирали в том году. Речь, конечно же, идёт про Индиана Лейк Проджект. И если так подумать, так это вообще практически точная копия Ongshed. Только более политически направленная, что ли? И вот тут я предлагаю задаться вопросом. Джозеф открыл новый путь, без сомнения. Но что если он открыл также и ящик Пандоры? Дело вот в чём. Маттони неоднократно высказывался, что контр-культура в наше время оказалась политизирована. Речь, конечно же, идёт о всяких QAnon'ах и прочих пиццегейтах. И знаете, я не могу с ним не согласиться. Сегодня некоторые АРГ манипулируют человеческим сознанием, и... это неправильно. Чем тогда современные игры в альтернативной реальности отличаются от ТВ? И печально, что никто не сможет остановить тех людей, которые стоят за этими весьма сомнительными тёмными, как выражается Джозеф АРГ. Поэтому давайте я разовью тему и расскажу шокирующее предположение. Сейчас. Для манипуляции людьми используется не телевизор, а АРГ. А теперь давайте подумаем, что если технологию АРГ в будущем возьмут на вооружение некоторые недобросовестные государства? Что тогда? А я отвечу, противостоять волне пропаганды станет по-настоящему сложно. Сейчас-то иногда сложно различить, где правда, а где ложь. Страшно представить, что случится, когда такие события начнут создавать на государственном уровне. И, пожалуй, в этом видео я раз и навсегда выскажу своё мнение по этому поводу, поскольку мне очень близки взгляды Джозефа. Мне не нравятся политически направленные АРГ и прочие штуки, единственной задачей которых является услужение интересам определённой группы людей. Именно поэтому я не делаю видео про пиццегейт. Поэтому я высказал видео про Кьюанона всё, что я о нём думаю. Кстати, передаю привет теоретикам Закура, которые решили устроить набег на то самое видео. Надеюсь, вас и ваших детей в ближайшее время чипируют. Так вот, к чему я это всё. Мне очень неприятно, что интернет-культура превращается в ангажированное не пойми что. И поэтому я так радуюсь, когда нахожу что-то типа 0.1.5.1, Сиди 0, Луиза Пэкстен и Хай Ай Мэри Мэри. Это замечательные АРГ-липсериалы, которые рассказывают интересные истории. Я ещё раз сделаю ударение на всякий случай на этом словосочетании. Интересные истории. Знаете, тут всё как с журналистикой. В некоторых странах деятельность некоторых, в кавычках, журналистов скатилась к лизанию задниц высокопоставленных людей. В то время как главная задача журналистики, напоминаю, рассказать историю. Не лизать задницы, задницы лижут только животные. Рассказать историю. Фух, вроде выговорился. Замат извините, я всё равно в другом городе живу и всё такое. Но это всего лишь мои мысли. Ну а что считаете по этому поводу вы? Пишите в комменты, будет очень интересно почитать. Ну а также, конечно, не забывайте ставить лайки, рассказывать об этом. И не только видео своим друзьям. И подписываться на канал, если ещё не подписаны. Ну а с вами, как всегда, был Уэб. Всем до скорых встреч на просторах дипнета и обычного интернета. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok